Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 4 июля, Ульянов день, назван в честь святого мученика Иулиана Тарсянина. Когда ему исполнилось 18 лет, было сильное гонение на христиан, но нежестокие истязания, угрозы, обещания даров не смогли склонить юношу к принесению языческих жертв и к отречению от Христа. Целый год его водили по разным городам, подвергая истязаниям, но он оставался непреклонен в исповедании веры в Иисуса Христа. Тогда его положили в мешок с песком и разными ядовитыми гадами и бросили в море. Начинала цвести липа, сегодня было принято собирать ее цветы, как патагонное средство. Из них делали отвары и снадобья, обладающие бактерицидными, жаропонижающими и другими полезными свойствами. С ее помощью лечили кашель, простуду, отравление. Делали специальный липовый порошок, который мог лечить ожоги и останавливал кровотечение. Девушки использовали липу в косметических целях. Так липовый настой делал кожу мягкой и гладкой, а сок липы укреплял волосы. Плохой приметой было, если растущая в саду дома липа засыхала. Это предвещало болезни в семье. Приметы. Если растения поражены мучнистой росой, сегодня лучше всего бороться с ней. Цветки липы, собранные в этот день, обладают целебной силой. Все мы с вами любим пить чай. И не зря. Помимо того, что он дает нам здоровье, как вы знаете, были целые чайные церемонии. И все потому, что с помощью этой церемонии можно предсказать свою судьбу. Так как наша, будем говорить, аура влияет на все происходящее вокруг. И в том числе на те дела, которые мы делаем. И естественно по заварке чая можно кое-что узнать. И для этого мы с вами возьмем китайские знания о чайной церемонии. Чай для китайцев. Лекарство. Чай с этикета. Даже возможность заглянуть в будущее. Делается это просто. Так, надо взять и заварить ложечку чая по-китайски. Прямо в чашке. Накрыть ее блюдцем и выждать минут примерно 10. Важно, пока напиток настоится, успокоиться. Внутренне сосредоточиться. И в мыслях проиграть свои различные проблемы. После этого времени чайники должны, по идее, принять положение, которое точно отражает ваше настроение и ваши возможности. То есть, ваша аура энергетически повлияет на чай и все, что в нем. Итак, одна чайника осталась на поверхности слева, две справа. Что это означает? Это означает счастливое признаменование. Вас ждет успех в любви, работе и денежных делах. Отношения с любимым человеком будут прекрасны. В делах вы получите поддержку от начальства. И у вас появится возможность для служебного роста. Если вы бизнесмен, то ваша предпринимательская деятельность пойдет в гору. И в будущем году у вас появятся денежные средства. Но не следует давать деньги в долг. Второе. Две чайники всплыли с двух разных сторон. А справа почти одна чашки колеблется еще одна помельче. А вот это уже дурной знак. Он говорит о том, что ваш любимый человек недоволен тем, что вы к нему проявляете недостаточно внимания. Есть напряженность в отношениях. И дело идет к соли. Что касается работы, то полоса удач может смениться неприятностями. Все это связано с разбродом чувств, семейными неурядицами. У вас пропадет присущая вам инициативность. Третье. Две всплывающие чайники в продолговатой форме сомкнулись концами. А слева не тонут еще две широкие частички. Итак, что бы это значило? Это говорит о том, что у вас с делами, увы, плохо. А вот что касается любви, то это обещает в ближайшее время желанную для вас встречу, которая принесет радость. А вот в работе это все приведет к утрате веры в собственной силы и застою. К тому же вы можете лишиться возможности зарабатывать, поскольку ваши дела идут не совсем удачно. Возникает соблазн прибегнуть к разного рода азартным и сомнительным играм в надежде таким образом поправить свои финансы. Но это не следует делать, потому что все станет еще хуже. Четвертое. Чай лежит на дне, лишь слева слегка приподнимаются две чаинки. Что делать в этом случае? Оказывается, тут возможно и хорошее, и плохое. Это добрый знак в том смысле, что сулит благополучное устранение недоразумений в отношении с вашим любимым человеком. Прежнее охлаждение может смениться глубоким и теплым чувством. Однако в работе начинается поворот к худшему. Вы не сумеете воспользоваться ни одной из появившихся возможностей, и это может повернуть вас смятением. Это дурной знак и в денежных делах, так как материальных поступлений, увы, не будет ожидаться. Не следует отправляться и в дальний путь, можно разориться. Пятое. На поверхности остались почти все чаинки. Оказывается, это происходит потому, что вода не вскипела как следует, и означает, что счастья вам не будет. В любви это, конечно, плохой знак. И все потому, что вы плохо завариваете чай. То есть вы человек нетерпеливый. Заварку обдаете водой, которая не прокипела. А это никуда не годится. Если вы стремитесь к идеальной любви, вообще к идеалу в любом деле, то следует быть более обстоятельней и добросовестней. От этого может у вас ухудшиться положение и на работе. Нету добросовестности у вас. Какой-то шанс, возможно, и будет из-за вашей излишней поспешности. Запомните, ваша излишняя поспешность, недобросовестность могут стать причиной ваших неудач. Поэтому в любом деле не спешите, вникните и изучите его. А потом уже действуйте. Третьи лунные сутки. За предыдущие лунные сутки в организме образовалось напряжение, однокопленное в результате сжатия энергии. И сегодня настал день, чтобы дать ей разрядку в виде большой и интенсивной физической нарушки. Вообще энергетика лунных дней может способствовать росту спортивных результатов, если ей следовать. Если вы не спортсмен, то в этот день можно выполнять большую работу по дому, и вы не устарите. А после выполнения работы обязательно примите горячие ванны. Важно расслабиться и полноценно отдохнуть. Сегодня не принимайте никаких серьезных решений. С горяча можно наломать дров. А вот поточить ножи сегодня очень даже хорошо. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов Про. Доброго здоровья и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok